Следующий вопрос мой, какие мои отрицательные качества и как с ними справляться? Он говорит, у тебя много отрицательных качеств, все они мелкие, но в своей совокупности они дают тебе полностью реализовать свой ресурс, он говорит, в первую очередь ты еще молод и ты не довел ни одно из своих умений или качеств до мастерства, он говорит, иногда тебе не хватает собранности, иногда целенаправленности, иногда непонимания направления движения и умения правильно использовать опыт, иногда тебе не хватает твердости, иногда тебе не понимает осознание смысла происходящего и твоей цели, твоей миссии в данном вопросе. Он говорит, а вообще, он говорит, ты не умеешь еще достаточно хорошо сейчас распределяешь свое время, ну тебе нужно научиться более эффективно перераспределять свои ресурсы, в том числе временные ресурсы энергии, те ресурсы, которые являются эмоциональностью, психически тебе нужно научиться очень практично и сбалансированно использовать свои ресурсы. Это вообще твоя задача, он говорит, как существа, научиться находить более эффективные источники, обучаться ими, научиться вводить все, что ты делаешь, на более высокий практичный уровень. Он говорит, твоя душа получает опыт тогда, когда ты обретаешь мастерство. Твоя задача научиться быть подвижным, целенаправленным и научиться осознавать, определять причину, технологию, суть той вещи, которой ты занимаешься. Например, ты выбрал сакральные практики, тебе нужно разобраться, научиться, учиться, научиться разбираться и развивать ту технологию, в которую ты входишь. То есть подходить к технологии творческие и систематические. То есть все, что ты делаешь, ты должен научиться выводить на практик или новость более совершенный уровень. Причем не только за счет повторения, но и за счет изучения и поиска более совершенной формы выражения, более совершенной формы использования. Он говорит, для начала тебе нужно, вот на сейчас тебе нужно научиться собрать твои ресурсы и сделать их балансированный, чтобы расход твоих ресурсов был минимальный. После чего тебе нужно научиться концентрации, ну, нужно научиться доводить начатое дело до логического конца. То есть занявшись чем-то, ты доводишься до такой точки, после которой сделано твое дело приводит себя к значимому результату, достижению, либо умению. Пока ты очень много рассеиваешь ресурсов. То есть, грубо говоря, одно из самых больших твоих ошибок, это отсутствие собранности и целенаправленности в твоих действиях. Он говорит, ты всего делаешь понемногу, но цельности в твоей жизни не хватает. Он говорит, что какового ресурса у тебя еще достаточно, но чтобы в твоей ситуации развитие шло быстро, нужно научиться очень тонко и ловко распределять свои энергии и целенаправленно и творчески заниматься любым направлением. Он говорит, что тебе нужно этих направлений ускоряться. Я не очень хорошо понял. А можно поконкретнее? Он говорит, что ты, например, занимаешься йогой, тебе нужно распределить свое время так, чтобы йога была тогда, когда тебе удобно заниматься, в той степени, чтобы йога была достаточно, чтобы получить нужный заряд на следующий день. Тебе нужно осмыслить, почему определенные упражнения делаются так, как правильно делать, сколько нужно времени тратить, чтобы упражнение повело к результату и научиться почувствовать или понимать, почему это упражнение делается так, почему это упражнение делается именно так и к чему оно ведет. Это касается любой важной деятельности, за которую ты берешься. То есть ничего в твоей жизни не должно быть поверхностного. Если ты за что-то берешься, ты доводишь это до мастерского совершенного конца. То есть через каждое действие ты должен чему-то учиться. Вот ничего случайного не должно быть в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok